Ежедневное путешествие в середину прошлого века. Современная реальность жителей дома номер 9 по улице Клубная в Саратове. В некогда выданном как временном жилье выросло уже три поколения людей. Удобство на улице, отсутствие центрального отопления и горячей воды для жильцов лишь второстепенные проблемы. На первый план выходит рушающийся на голову людям потолок. Прямиком из 40-х годов 20-го века репортаж Анны Антоновой. Далее наша рубрика «Дежурный репортер». Вот, молодые люди, мы подходим к вам к месту, я вам показываю. Во дворе этого дома вместо детской площадки расположились сливная яма и целый сад уличных туалетов. Также нам предоставили туалеты, как говорится, летнего пользования. Отсутствие канализации и ванных комнат – не единственная проблема здания. Покушенные дверные проемы, прогнившая крыша, затопленные коридоры и огромные крысы. Ежедневная реальность не только жителей 41-й квартиры этого дома, но и восьми других на улице Клубная. Конструкция жилых зданий не предполагает ни водопровода, ни центрального отопления. Вместо него – газовые печи. Когда-то здесь были, приходили, всё смотрели, нам чистили газовые печи. Каждые три года чистили, проверяли. Ну, сейчас настолько, видите, что там творится. Всё это забито мусором веков. Веков. Веков наших бабушек. В доме номер 9 Наталья родилась и провела всю свою жизнь. Когда-то её бабушка получила здесь квартиру. Тогда уверяли, не обустроенное здание – лишь временное жильё. А вот на крыльце этого дома стоит моя бабушка. Люди приехали сюда в послевоенное время. Это постройки, временные бараки, времянки, которые строили пленные немцы. Для того, чтобы люди здесь открыли газ, нефть в Елшанке. И люди ехали массово и в деревне работать приглашали. Вот это как раз новый этот барак. Но прошло уже 70 лет. В семье Натальи сменилось уже два поколения. Переселения никто так и не дождался. По словам жителей, ни разу здесь не было и ремонта. Чиновники оправдываются, что средств на это нет. Между тем, говорит Наталья, каждый день жизни в доме может стать последним. По счастливому случаю я находилась на кухне. Вот снесло люстру, и мне бы снесло здесь голову. Потому что обрушение было очень сильное. Здесь просто свалка была у меня. Дом признали аварийным в 2014 году. В программу переселения он не попал. Все инстанции, заверяют жителей, они прошли. От района администрации до надзорных ведомств. В одном из ведомств им сообщили, что суд уже выносил решение по их делу. Нас, оказывается, должны были снести 1 января 2016 года. Нас об этом никто не уведомил. Мы должны были получить это распоряжение. В течение трех месяцев мы должны были обратиться. Но мы не знали об этом. Естественно, мы в этот срок не уместились. В течение трех месяцев мы никуда не обращались. Все, значит, мы как бы свое счастье упустили. Жители всех девяти домов на окраине поселка Елшанка из последних сил стараются сохранить свое ретро-жилье. И горько шутят, что хотят уже в 21 век. Со всеми его удобствами, детскими площадками и душевыми. Хотя бы одной кабиной на дом. Анна Антонова, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Продолжение следует... Продолжение следует...